Кстати, в День города на площади 400-летия Тюмени заведут специальные часы, которые начнут отчет до следующего праздника. 17 августа начнутся торжества, посвященные юбилею области. А мы продолжаем знакомить вас с теми, кто ее населяет. Сегодня новая серия проекта «Тюмень многонациональная». На этот раз отправимся в гости к узбекам. О традициях этого гостеприимного народа расскажет Юлия Сауляк. Чтобы путь был удачным и легким, отправляясь в дорогу, возьми с собой из дома кусочек хлеба. Так говорят узбеки. А если человек надолго уезжает из дома, лепешку хранят до его возвращения. Узнаем, в чем тайна узбекского хлеба. Мы отправились в Чайхану, где, по слухам, подают самые вкусные в Тюмени лепешки из тандыра. Здесь ежедневно готовят около тысячи штук и все съедается. Как правильно называется ваша лепешка национальная? По-узбеки, но по-русски, да, вот лепешка называется. Они же разные есть. Знаю, что повседневный хлеб есть праздничный, да? Да, есть разные. Но вот эта лепешка, это, ну, как, просто обычная. На каждый день такая, да? Да, да. Еще есть, который по-тыр называется. Это красиво, по-болучше. По-тыр, как правильно я произношу? Да, по-тыр. Тесто для узбекского хлеба заводят из пшеничной муки. В зависимости от разновидности нона в него могут добавить лук. Иногда формируют лепешку с начинкой, сыра или мяса. Рецепт простой, но готовить нон и петир узбеки доверяют не каждому. Ремесло обычно передается от отца к сыну или от деда внуку. Что лепешка делает, это всегда молитва обязательно считает. Потому что это все люди вкусит. То есть со злым сердцем, с плохим настроением нельзя делать, да? Нужно, чтобы была радость и гармония в душе. Тогда вкусно получится. Нон обязательно смазывают сухим молоком, чтобы корочка получилась хрустящей с особым привкусом. А серединку посыпают тмином или кунжутом. И вот оно самое интересное – выпечка лепешек в тандыре. А сколько одновременно может там лепешек выпекаться? 40 штук. 40 штук? Почти полсотни лепешек. Она не переворачивается? То есть ее вот так на одну сторону поставили, да? Да. И все. Лепешки буквально приклеивают к стенкам печи, которые похожи на огромную круглую бочку. Температура внутри почти 400 градусов, хотя жар чувствуется только рядом. Наблюдать, как белые круги из теста превращаются в румяную ароматную выпечку – удивительно. Настоящее волшебство из восточной сказки. Ой, как вкусно пахнет! Не менее колоритен и национальный чай. Его узбеки заваривают трижды, переливая между пиалой и чайником. Считается, что так лучше раскрывается вкус и аромат напитка. Делает это обычно хозяин – мужчина. Он же раздает хлеб. Когда лепешку на стол ложит, взяем всего, он ломает такую лепешку руками. А не режется она, да? Не режется она, да? Да, руками. И подается вот каждому кусочку и на середину, чтобы удобнее было брать. Потому что рач уже принимает в гости, и он начинает брать, что в гости нет. По национальной традиции те, кто вместе вкусили хлеб, становятся друзьями. Но хозяина надо обязательно поблагодарить. Как сказать спасибо по-узбекски? Рахмат. 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 Очень вкусно. Тогда дружба станет практически вечной. Вот она, тайна узбекской лепешки.